А сегодня у нас в гостях серьезный человек, промышленный альпинист Никита Дубровин. Никита, добрый вечер. Здравствуйте. Как вам идея отметить зимой глупости таким образом? Странные. Вот, видите, ясно. Особенно зимой. Да. Мне кажется, зимой как раз и нужно проводить подобные акции, чтобы, так сказать, бодриться. У меня есть более здоровые варианты глупостей, по-моему. Зимой, Никита правильно совершенно все говорит, зимой надо одеваться и желательно потеплее, а не снимать штаны. Вот как правильно одеться в мороз, чтобы не замерзнуть? Ну как, как, потеплее, это вот самое главное. Ну тут все зависит от того, что вы собираетесь делать. Если вы будете стоять на часах, 8 часов на месте, это один вид одежды. Если вам надо физически работать или бегать или что-то, это другой вид одежды. А вот вы, очевидно, одевается с тепло круглый год, потому что наверху, когда вы выполняете какие-то работы, там же очень ветрено, очень холодно. Ну это зависит, конечно, от страны. А, я, конечно, имела в виду Эстония. Ну в основном, да. Не, ну летом бывает и жарко. Ну в основном прохладно, конечно. Ну все-таки у нас сейчас зимний период, не зряя на утепель, все-таки зима в наших широтах разыгралась. Портал Тарбия-24 провел забавный эксперимент, в рамках которого при помощи термокамеры измеряли, насколько хорошо в зимнюю погоду согревает та или иная одежда. У нас сейчас будет прекрасная возможность вместе с вами посмотреть на эти фотографии и оценить, какая одежда действительно греет, а какая одежда... В общем-то, наоборот, теряет все то драгоценное тепло, которое необходимо в морозную погоду. Да, как практическое руководство к действию у нас получилось. Вот вы видите... В дублежке. В дублежке. В дубленке, как ты нежно ее называешь. Человек стоит в дубленке. Давайте посмотрим, холодно ли ему на самом деле. Там, где красное, это пропускает тепло. Да, очень большая теплопотеря. Но дубленка греет, посмотри. Только по швам. По швам расходится. Но обувь у него плохая. Обувь плохая и, конечно, брюки. Да, конечно, брюки. Оттуда уходят. Давайте еще. Вот охраняют президентский дворец. Человек несет службу, и, естественно, двигаться никак нельзя. Просто как встал, так и стоит. Но, слава богу, не надо 8 часов стоять. Зато у него шинель. И посмотри, как выглядит. Да. Очень даже тепло. Очень даже тепло. Самая большая теплопотеря идет все-таки в обуви, но что делать? Ну, и он шмет. Я думаю, что они все-таки надевают шестяные носки для того, чтобы... Вот стандартная история, да. Тогда папа вместе с сыном отправляется кататься с горы. И вот, что мы видим. Вот мы видим, что... В пуховиках тепло, а вот с варежками не очень. У ребенка варежки, похоже, уже промокли. Но это стандартная история у детей. Они почти всегда мокли. Да. Но лицо, смотрите, обильно теряет. И вот мы специально... Птичек взяли. Что мы дошли до такой степени глупости, что решили одеть наших голубей. Нет. Но просто посмотрите, какая у них теплопотеря. Вот. Смотрите, только, оказывается, клювики и головки, они пропускают тепло. А, в принципе, перья, они греют. Да. Так что вся эта история с пуховиками, она, в общем, имеет право на жизнь, потому что перья действительно способны согревать. Надо было еще все-таки нам показать какого-то мехового зверя. То есть для того, чтобы оправдать на шубы. Даже надо было показать зайчика, как ему тепло. Не надо шубы оправдывать, вас краска обольет. Мы еще не в Нью-Йорке, так что не обольют. Никит, вы знали, что в прошлом году, помимо того, что у нас был дополнительный день такой, да, выделенный нам високосным годом, я имею в виду 29 февраля, то у нас еще и на секунду длиннее стал. Да. 2016-й. Да. Если мне память не изменяет, на этом история, одна из историй Мюнхгаузена строится. Он эти секунды приплюсовал и придумал дополнительный день. 32 мая, по-моему. Да, точно. Мне кажется, вы как альпинист, ну давайте немножечко отойдем от этого длинного года на секунду. Да. Буквально на секунду. Вы как альпинист, что считаете самое важное согревать? Какую часть тела нужно? Все. Ну, в первую очередь, это, ну, основа основ, что первым делом замерзает. Руки, ноги и голова. То есть, ну, голова лучше снабжается кровью, поэтому он замерзает меньше. В первую очередь, руки и ноги. То есть, когда мы замерзаем, организм сдает самые малозначащие. Ну. В первую очередь, греет сердце и мозг. А руки и ноги замерзают первыми. Поэтому очень важно, какая обувь, какие перчатки. Ну, вы какую обувь используете? Специальную, да, по всей видимости? Ну, на работе, конечно, зимнюю, хорошую обувь. Ну, это сложно объяснить, какая именно хорошая. Но вот, если, к примеру, вам надо много стоять, то, во-первых, главное, что должно быть в первую очередь, это толстая подошва термоизолирующая. Потому что потеря в основном идет с земли, а не с воздуха. Ну, и просто теплую, ну, теплая обувь. Ну, я не знаю, как сказать. Что касается шапки, потому что, вообще, у нас довольно большое количество людей ходят без шапок. Ну, не будем сейчас даже рассказывать, кто они такие, неважно. Это молодежь в основном. Поступают они совершенно неверно, да? Какую шапку бы вы им все-таки порекомендовали? Если, не дай бог, они заболели, простудились, и все-таки головной обор стал актуальным. Ну, опять же, зависит по погоде. То есть, если у нас, скажем, минус пять, да, то надевать меховую ушанку с опущенными... Ими ушами, скорее, даже плохо употеешь. Ну, чтобы максимально закрывало, предохраняло от холода. Ну, очень сложно сказать, потому что это зависит от многих факторов. К примеру, если холодно не очень, но ветер сильный, то лучше капюшон непродуваемый на голову натянуть. А шапка не обязательно должна быть очень такая, прям теплая. Капюшон, мне кажется, это вообще отличная идея. В Эстонии очень большой фактор замерзания, это не столько температуры, сколько ветер. Который очень влажный, так сказать. Он влажный, и он всегда. В вашей работе вы особенно должны быть устойчивы к ветру. Ну, вот я и в жизни, в принципе, тоже стараюсь так одеваться, что не столько важно прямо вот тепло-тепло-тепло, 15 свитеров, сколько важно, чтобы тебя не продувало. Потому что минус 10 у нас реально в году бывает, ну, неделя, ну, две. А все остальное время просто ноль, минус 5 и ветер. Бывает иногда и минус 20. Ну, бывает, да. Бывает и минус 30, как в Москве. Не, ну, если в Эстонии минус 30, то это просто ахту. Ну, согласитесь, что это редкость. Это редкость, да. Но когда холодно, согласитесь, каждая секунда она буквально на счету, иначе можно замерить. Чем занимаются промышленные альпинисты? Ну, вот строго... Спектр широкий, да? Да. Строго говоря, термин не совсем точный, потому что он не совсем передает смысл профессии. По-английски это называется rope access, веревочный доступ. То есть, грубо говоря, это... Ну, промышленные альпинисты, промальпы делают все, что угодно, там, куда можно попасть только при помощи веревок. Получается, что это специалист широкого профиля. Он и окна может помыть, и баннер натянуть, и какие-нибудь швы замазать, да, на фасаде, и что-то еще. Да. И приварить что-нибудь, и очень-очень много чего. То есть вы действительно должны уметь все? Ну, все один человек не может уметь, поэтому какая-то специализация все-таки есть, конечно, у людей. И ты все профессии не выучишь, жизнь короткая. То есть вы работаете в буквальном смысле и на небоскребах, если нужно? Ну, какие у нас небоскребы в Таллине? Ну, что вы? На гостинице Виго я работал. Зачем вы так хотите нас обидеть? У нас полно небоскребов. Ну, пожалуйста, а свис-отель, башни турнира. Там не довелось. Ну, да, и на небоскребах. Ну, основной фронт работы – это, конечно, промышленность все-таки. То есть это какие-то фасады, это трубы? Что это может быть? Слушайте, на каждом заводе есть огромное количество мест, куда очень сложно как-то попасть. И, ну, электростанции, заводы. Вы сегодня обещали принести нам ваше снаряжение, показать, потому что, по большому счету, вы пользуетесь только веревками, но вы его не взяли с собой. Да, я передумал, потому что речь шла, в первую очередь, ну, зима же у нас, да, снег с крыши, все такое. И вот я специально не стал ничего брать, потому что у нас люди так устроены, они увидят, что я принес какие-то железяки интересные, я принес какую-то хитрую обвязку очень необычную, они пойдут в магазин, они это купят, они это как-то к себе прицепят, зачем-то, и полезут. Вы вообще так часто такое встречаете, когда кто-то покоряет? Самостоятельно разобраться со столь сложными проблемами, деликатными. Ну, бывает, да, бывают оригиналы. И я бы категорически не советовал заниматься самодеятельностью, вот особенно по части снега. Ну, объяснить очень просто. Вот, например, вот вы, Дмитрий, решили, да, почистить что-то. У вас, скажем, есть дом двухэтажный, крыша крутая, и вам надо снег почистить. Вот вы решили почистить снег. Вот у меня сразу первый вопрос. Куда вы будете крепиться и как? К трубе. По всей видимости. Чем? Как чертик. А мотается веревкой. Как? Каким узлом? О-о-о-о. Хорошим таким. Хорошим. Двойным таким узлом. А к себе как? Тоже, по всей видимости, как-то... Вот понимаете, вот если человек не может... Я хочу вам сказать честно, в мою голову, слава богу, эта мысль никогда не придет. Не, я просто самостоятельно пытался. Но бывает, естественно. Я для примера. Этому надо учиться. И это не шутки. Где вы учитесь? Где учатся на таких промышленных... Существует международная система, они сертифицируют, они обучают, Ирата называется. Она родилась в Британии и теперь как бы распространилась. Ну, взята за основу такую вот, как сказать, стандарта во всем мире. Ну, конечно, некоторые страны там велосипед пытаются изобретать, но в основном все одно и то же. И вот по этой системе можно пройти курсы. Я так понимаю, что зимой у вас огромное количество работы, как раз, как вы сказали, связанная с тем, что нужно обязательно крышу чистить от снега. Еще есть там проблема сосулек. Много этих работ? Опять-таки, вот в Эстонии все что-то? Ну, такое, знаете, на самом деле зимой как раз работы мало, потому что, ну, не сезон, там, не покрасить. Ну, холодно, да. Строительные работы замерзают все. Да и, честно говоря, в минус 20 не такое же большое удовольствие на веревках работать. Вот. Но когда наваливает снегу, тогда, конечно, хочется иногда телефон выключить, потому что он плавит. Кто к вам обращается? Владельцы частных домов, там, какие-то председатели квартирных товарищей, кто? Ну, и все, и они в том числе, конечно, да. В каком случае нужно обязательно сгребать снег с крыши, ну, если какая-то снежная погода? Если он может упасть. Все очень просто. Если это просто большая плоская крыша, и у нас не было бурана месячного, и там не лежит 8 метров снега, пускай он там лежит, с ним ничего не будет. А если он может упасть, если образуются сосульки, если он может поехать вниз, то, конечно, надо очистить. Никит, расскажите про забавные случаи, которые были в вашей работе. Вот вы висите на веревке где-то высоко. Наверняка у вас бывало так, что что-нибудь из кармана вывалится. Телефон, ключи, стаканчик с кофем полетит вниз. С одной стороны, это да, это забавный случай. С другой стороны, по идее, не положено ничего ронять. То есть у нас по правилам все должно быть закреплено. Включая, не знаю, даже гаечный ключ прикреплен. Если гаечный ключ пойдет вниз, то это, конечно... А стаканчик с кофем полетит? Стаканчик, мне кажется, тоже сможет оглушить. Из забавных случаев можно рассказать, вот когда работаешь на жилом секторе, да, ну, в жилые дома, то, предположим, сердобольные тетеньки кормят тебя обедом через окно. Это приятно? Это здорово же. Да, 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 очень забавно, да. И бывало, ну, не очень сердобольные, зато очень веселые компании говорили, да бросай, что ты там висишь, у нас тут пиво. Залезай, да? Да, залезай, что ты там, нахер, успеешь еще поработать. А бывало так, что, ну, вы же как человек-паук, просто перемещаясь, вы опускаетесь, а там девушка прекрасная, в одном полотенце стоит, и все, и нарушена рабочая. Или без полотенца. Вот все этот вопрос задают, вот столько лет работаю, ну, ни разу не попалось. А были смешные какие-то случаи, вот когда вы... Хорошо, ну, компания, понятно, бабушка за бутербродом тоже, я представляю. А бывает так, что, вот даже не знаю, в туалет захотелось сходить, и вы... О, это отдельная проблема. Ну, в окно не залезешь в туалет сходить. Как же вы решаете ее на такой высоте? Вы поймите, что если я там, если человек работает, то он, скорее всего, в робе, скорее всего, на нем висит куча инструментов, он, скорее всего, пыльный, грязный. Ну, куда ты в таком виде в квартиру-то полезешь? Хотя бы приглашали, бывало дело. Ну, что касается забавных случаев и неожиданных, то, скорее всего, самое такое распространенное, это когда просто... Ну, вы живете на 13-м этаже, но ни один человек на 13-м этаже не ждет, что ему кто-то постучит в окно. Никто. Да, 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 это правда. Даже если он знает, что работают люди на доме, все равно это неожиданно. Я, однажды, находясь на седьмом этаже, естественно, не понимая о том, что окна моют, как обычно, просто повернулся, сидел, что-то там писал, повернулся, подошел к окну, а там человек мыл окно. Так я так испугался, скажем честно. Потому что ты не ждешь. Причем меня удивил мне это, то, что я именно так... Человек, который там, он даже ничего... Он просто на меня посмотрел таким печально грустным взглядом. Ну, мы привыкшие. И слегка улыбнулся. Конечно. Какие ошибки может совершить альпинист, и какие лучше ошибки никогда не совершать? Потому что я так понимаю, что здесь одна ошибка. Никакие лучше не совершать. Ошибки? Конечно. Ну, потому что цена ошибки очень высокая. Если ты забиваешь гвоздь и промахиваешься по гвоздю, Ну, ты испортишь деревяшку, ну, в крайнем случае, стукнешь себе по пальцу. А тут ты можешь упасть. А упасть, вот знаете, упасть можно со стола, если ломать себе шею. Вот, к примеру, в Британии, сейчас, в Британии работа на высоте называется «Любая работа, при которой можно упасть». Ну, понятно. Даже на табуретке. Вы знаете, мы хотим пожелать вам от имени нашей программы, чтобы вы никогда не падали. И чтобы вы никогда не промахивались погодой. И обязательно, Никита, желаем вам хороших прогнозов погоды, потому что от этого, я так понимаю, что ваша работа тоже очень сильно зависит. В ураганах, штурмах, буранах, никто не работает. Все, хорошего. Спасибо большое, что пришли в гости.